Мама, привет. Не занято? Хочешь с внуком посидеть? Я на такой вопрос, милая. Как продвигается твоя учеба? Хорошо. Попросил маму посидеть с сыном. Она согласилась. Спасибо ей большое. Дело в том, что мы нагружены сейчас учебой и кое-какими другими делами. Я не могу пока полностью вам все раскрыть, но поверьте, это очень важно. В будущем вы увидите, чем мы занялись. Мой телефон, Даша. Это же его телефон. Сынок, поехали к бабушке. Да куда ж ты мне машешь? Мы же с тобой едем. Все, мы пошли. Давай. Привет. Так, оставил малыша, двигаюсь в центр, а потом надо будет опять ехать в Крюков. В общем, сумбурный день. Сумбурный день. Так, есть два часа окно моего отдыха. И мы с ребятами планируем опять выйти прогуляться перед Днепром. Я не удивлюсь, если тебя полиция остановит, знаешь? Дед Мазаев, это ты? Так, короче, следующие кадры будут с вот этой вот камеры. Что ты забышь? Что ты забышь? Клешню у нас. Я думал, я думал, он в машине оставил. Короче, Дэн поехал за нашей ледорубом, скажем так. Называют они ее Клешня. Да ладно! Разбился? Ну, ты... Вот это была хорошая кружка. Да он отлично работает. Внутрь кинь. Кинь внутрь. Подождем, внутри стекло? Да. Закрыть. Да, случилась, конечно, беда. В общем, мы взорвали петарду в льду. И Ваня, когда отбегал, наступил на термос и сломал термос. Останемся, мимо, из теплого чая. Я забыл рассказать вам вчера про вот этого парня. Ваня его нашел, ему здесь скучно. Это чебуратор. Он живет здесь, в Англии. А здесь мы могли зайти, да? Ну, вот там вообще ненадежно. Вообще, да. Мне нравится, что острова здесь, конечно, сделаны классно. Что-то это меня не удивляет. Каждый раз, когда меня зовут прогуляться куда-то на остров, по льду, это всегда стрёмно. Но когда ты приходишь до острова, и оно тут все такая дикая природа, это очень прикольно, интересно. Тут, кстати, следы к козы и следы кабана. О, набираем человека, узнаем, можно ли остров занять. Здравствуйте, а я звоню по поводу острова. Пришел на ваш остров, сегодня он свободный. Можно отдыхать? Ну, надеюсь, мы подняли вам настроение. Это шутка. Всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. А может, вот тут, по краю? Ну, ладно. Галличка вообще тепленькая. Тебя на влоге пробило, парень? Я всегда, когда на отдых езжу, я всегда какую-то фильм такую снимаю. А, так это классно. Сложно ее? Ну, очень сильно холодно. Это просто мы разогреты. Не, ну, это, конечно, глупость, но я никогда ледяную не таскал на голове. Надо ли? Готов? Ой, так красиво упало. А что, почка не спалилась? А то привыкаешь, наверное, это уже у тебя на автономке, мысленной энергией не занимает. Ты просто так снимаешься, там... Либо просто человек рядом, который... Ну, 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 как этот тип. А не, ну, а как мы будем возвращаться? Быстрее на эту темень. Такой разницы нет. Вот здесь выйдем, вот здесь выйдем. И здесь, ну, хороший лед. И все, и пойдем по леду быстрее. Мы приехали с острова. Привет, Дэн. Ты затусил? Ты затусил? Довольный? Мы приехали посмотреть на елку. Сегодня вот завершающий день. Завтра ее должны уже убирать. Мне надо Flat White, пожалуйста. И... Ты будешь что-то милое? Нет. Так, пока Flat White и все. Хорошо. Мы прогуливались и случайно встретили подписчика. Зовут Влад. Он узнал у нас, сказал, что любит такой формат, как stories, только в ютубе. И сказал, что классные штуки таймлапса. Было приятно познакомиться, Влад. Мы приехали домой. Кстати, классная плюсовая погода. Было все замечательно. Теперь осталось доделать самое важное, что я пытался отлаживать. Я пытался отлаживать, но все равно это нужно сделать. Раскадровка. Вот самое неприятное, потому что там около 250 кадров посекундно. И это долгий процесс, но ничего. Я думаю, что я сегодня справлюсь. Так что все остальное видео, которое вы будете смотреть, его не будет. Потому что я пойду просто делать раскадровку и готовить аниматик. Вот. На этом влог заканчивается. Увидимся с вами завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова